Вот у нас первая страница Санатриста. Одна из самых загадочных по нотному тексту. Во-первых, обратите внимание сразу, что мы видим. Мы видим начало произведения с паузы. И первый такт это тишайшие синкопы. И кто это услышит? Если вы чист и слушаете, что мы слышим? Пам, пам. Если мы пишем диктант, мы наверняка напишем в консильных долях. Но музыка-то про другое. И так далее. Вот одна из самых... Именно первая страница замечательная. Мы ее посмотрим. Я хочу... Думаю, как же нам сам? А мы сейчас с вами послушаем несколько исполнений выдающихся. Вот как играет известный вам Кристиан Циммерман. И вот эту первую страничку. Да. Смотрим нотки. И вот это. Главная партия пошла. Ну, вообще, самое главное, начало. Мы услышали. Нет, совершенно не важно, что вы услышите. Важно, что вы увидите. Я сказал, услышать это невозможно. Как вы можете услышать эти паузы? Нет, начало мы и видели. Вот именно, но там дальше тоже. Но давайте дальше нам сыграет Алексей Султанов. Что это? Чего это? Или стоит какое-то изменение динамики? Чего это форда играет? Раз. Два. Ребята, тема Мефистофеля, запомните, какая-то знаменитая тема Мефистофеля. Говорим о снеге. Это Султанов. Теперь Рифтер. Одна из записей Рифтера. У него 4 или 5 разных записей, но так он не попал. Тоже играет один текст. Смотрит в одни и те же ноты. Это не меняет динамику, но он изменил антибурацию в начале. Причем у автора стоят клинышки. Это Рифтер, который славится с точностью следования авторскому тексту. Смотрит. Видишь еще? Даже добавочным наберем, да? Так, смотрите. Во-первых, обращаю ваше слушательское внимание. Во-первых, мы поняли, сейчас еще пару послушаем. Мы поняли, что три пианиста, именно которых вам прекрасно известны, включая классика Рифтера, играют один и тот же текст абсолютно по-разному. Но что они играют одинаково? Это вот эта, эту тему Мефистофеля. Все играют одинаково. Давайте послушаем дальше. То есть, у нас есть начало, которое оказывается почему-то сомнительным, в смысле понимания и прочтения, да? Есть конец главной партии, вот эта тема Мефистофеля, после темы Фауста, условно. Геллис, Геллиса слушаем примерно в то же самое время. Только что Рифтера помните, да? Геллис. Примерно в то же самое время запись. По-раз быстрее. Какой-то не лента Асайи. Это анданте. Это анданте. Да? Слушаем. Все абсолютно одинаково играют. Как на подбор. Как на подбор. Все играли по-разному началу. Так. Почему я обратил на это внимание? Потому что надо нам разобраться в том, что же собственно лист написал. чтобы понять, почему. Какие возможны варианты и что мы принимаем. Обратите внимание, что Рифтер оказался от меньшинствами. Со своей педалью. И протянутым первым. Потому что это явно противоречит листовскому указанию. И как же нам быть с образом Рифтера, который идеально близок к новому тексту? А вы думаете, что это единственный пример? Это звучало очень хорошо. А остальных? Что? Да я вас умоляю. Нет, вы понятны. Нет, это совершенно не. Ничего не прозвучало. А смысл совершенно другой. Причем абсолютно не листовский смысл. Что значит прозвучало хорошо? Про что он здесь рассказывает? Здесь же страшный ад. Ад этой паузы. Тут образ фаустовский. Образ абсолютно. Совершенно ничего общее с тем, что Рифтер нам нарисовал. Ну то есть совершенно очень хорошо. В каком смысле хорошо? Так вот про это нет. Понятно. Потом. Рифтер играл по-разному. В этой записи он играет. Да? Кстати. В других записях он играет. И другую артикуляцию. И другую динамику. Как любой настоящий творческий человек. Ну нет. Мы вообще сейчас не оцениваем. Вообще не к тому, чтобы оценивать. Друзья мои. Не к тому, чтобы. Они все абсолютно выдающиеся исполнители. Экстраклассы. Олимп. Мы поэтому не оцениваем их. Они все от тала на грани гениальности. Все. Да? Соответственно. Значит. Наверняка. По смыслу. По. Возможностям. По прочтениям. Это самое. Топ. Да? Это. Это. Ну что я забыл. Очки я забыл. Давайте сообразим. Что же здесь происходит. У всех выдающихся фианистов. Вот скажите. Вот вам загадка. Отслушительская загадка. Вы профессионалы. Вы смотрите внутрь. Что никто из них не делает. Из того, что написано. Написано в первых. Трех тактах. И дальше. Это и молодым пианистам. Что никто из них не делает. Кто-то пытается. Чуть-чуть. Это элемент полифона? Там голос. Длинные голоса тянется. Именно. Никто не держит. Именно. А это чуть не самое главное. Что здесь. Все играют. Что они играют? Все играют фразочку. Да. Ля-ри-ом-па-пи-ом. Кстати, мы слышим гамму. Правильно? А на самом деле ради этого гаммы? Смотрите еще внимательно. Разве гамму имел ввиду лист? Что в левой руке? В втором тракте Вот именно Какой интервал? Септима Заполнение А теперь посмотрите на главную партию Вот на эту посмотрите Септима заполнения То есть другими словами Это И что, и кто-нибудь Слышал эту септиму? А что, лист не написал? А что, это так трудно исполнить? Нет Сейчас я вам все покажу Но, кроме всего прочего Несмотря на все наши Так сказать В освещении этими выдающимися Пианистами Я знаю точно что-то одно Что они не знают Как это подирижерство устроено Никто из них Как нужно здесь считать Кругом Какие вот предложения Как нужно считать Здесь вначале Написано Написано С Какой вариант В таком темпе На 2 вторых Когда мы используем Адребребы? Быстр Да Ну когда мы используем Адребребы? На 2 Ну когда я скажу Быстрых темпах Быстрых темпах Да, ну здесь же Их просто медленно Определьно медленно Мысль-то правильно Только в другую сторону Ну как? Если в сторону Убыстрения Нужно на 2 То в сторону Замедления Как нужно? Вот что значит Пианисты Не преподают В наше время То есть Последние 50 лет То что преподавали То что знали Пианисты еще 100 лет тому назад Каждые Ну давайте Ликбез Сколькими Скозами можно Дирижировать Так на 4 четверти Давайте Мы уже знаем 2 точно На 4 И на 2 Что это? Насколько? На 8 Именно На 8 Нет На 8 Что значит Дирижировать И на 8 Друзья Это же Это же не просто Себе так Это значит Что каждая Восьмушка Выразительная Жест на 8 Это Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Где каждая Восьмушка Любовно Внутренне Пробивается Включая Паузу Никак иначе Кроме как На 8 Сам Лист Это не играл Потому что он был композитором Кроме всего прочего Все симфонически Как вы знаете Как вы знаете Поэма То есть Для соната Листа Это один из вариантов Его симфонических поэм Тоже Она частных Крупных Произведений Сонатной формы Он точно знал А Мефестиваль Помните Как начинается Это спеть-то Каждый может Что написано Что написано У Листа Эх Забыли А вот Пианисты Кому еще ближе Мефестовать Чем пианистам Что первое Это что В первом такте У Листа Вспоминаете Пианист Трогай же По-любому Что написано Листом В первом такте Мефестовать Пауза На 3 восьмых Олегра Пауза И стоит Цифра 1 То есть Тра-та-та-та Начинается Второго такта Раз Три Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Раз Два Три Четыре Раз То есть Мы начинаем Со второго такта А не с первого Как мы слышим А он выписал специально. Раз-два-три-четыре. Раз-два. Прям пишет крупными цифрами для пианистов. Начинает со слабого какта – не с сильного. Сильный такт – удар по пустой паузе. Бам! Внутри. Бам! Трияпапапапа. Так же как здесь – можно исполнить. Исполнить паузу. Так же вместо вальси. Толь там вместо вальси – это быстрая музыка. Но это меняет всё! Вместо этого вдалбливания. Трияпапапапа – это где у нас пар шлаг? Точно стендуем на сильную горю. Трияпапапапапапа – мы же так тут мысли. А у него раз-трья-па-па-па-па, раз-така-та-там, то есть цепопа, там-трья-па-па-па-па, цепопа-па, трья-па-па-па, совершенно разный тип исполнения. Раньше пианисты получали минимально, не то, что их там всех учили, дирижировали. Потому что то, чем нас учит, как нас учит, если управляться на сальфеджио, это катастрофа. Потому что те схемки, которые у нас в детстве, мы вбиваем детям и сальфеджио, ничего общего с дирижерскими, живыми, насыщенными любовью к долям, к долькам, не имеют. То есть мы вот это рисуем. И вас учили, и детей, и это, и это, которые вообще, да, вместо этого. Да? Какая красивая сеточка на шесть восьмых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что это детям с любовью что ли не выучить, если их учить? Уже к сетке, к самому пульсу, к метру отнестись, как к живому, да? Долички, полюбить долички. Что это трудно, сальфеджио сделать, и ничего нетрудного. Элементарно, ватсон. Ну, так естественно, здесь, так, смотрите, я вам спою. Вот у нас большой оркестр. Здесь вполне понятная какая-нибудь подготовка. Циркаты, виланченин. Ихагравасов, и, может быть, еще немножко короткие нотки тихих, нижних халатурных. Что-нибудь так. Вы приехали. Да, мы приехали. Да. В начало саратов и местах. Вот. Смотрите. Вот я у меня, вы мой оркестр. Смотрите в ноты. Смотрите в ноты, как оркестр смотрит. В нотки, и на ручке дирижера тоже, смотрите. Мы сейчас исполним это начало. Просто скажем, пам, на вторую долю. Но, имею в виду, что я дирижирую на восемь. То есть мне, раз, два, пам. Давайте вместе. Что? Внимание. Я вроде основал, так покажу. Смотрите, что я делаю. Пам. Почему, а что я делаю? Где у меня тот счет? Пам. Я прям, пам же показываю. У меня прям, опа, есть, да? Отлично. Еще раз. Это, кстати, любого оркестра знает. Раз, два, 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 два. Это уже близко к этому, да? И вот мы с вами прочли то, что написано у Листа. Медленный тендер на чечереце нельзя дирижировать на чечереце. Это касается как таких вещей, как Санаталиста, как медленных частей Бетховена, начинает, кстати, с первой же Санаталиста. И делаем не дирижировать мне. Для нас это не дирижирование, а для нас это ощущение пульса, правильно? Поэтому пианист настоящий, который исполняет так, ему это должно передаться. Да, это должно передаться. Особенно в зале это. Я вот сюда. Понятно. То есть у нас им оба, пойдем чуть-чуть. Потом, 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 потом написано на трепьяном. Здесь вот еще. Еще здесь. Вот мотив. Это вот этот мотив. Они прям абсолютно как у Пахова. Стоит то есть в симметрии, и прям в одну нотку приходит. Вся соната из этого состоит. Вся соната Листа, все 35 минут состоят из первых из первых четверых тапов. Все пассажи имеют обязательно. Или вниз, или вверх. Или из первых четверых тапов. Важно же варианты то же самое. Все пассажи, все, включая все самые вверху, все пассажи, строятся вот на том, что Лист МО. Вам это не должно удивлять, потому что вы же помните, что нам предговаривают такой он автор, такого принципа, который у него потом и Вагнер взял. Принцип монотематизма. Помните, да? Преподавали это. Оно и есть. Это значит, что у нас есть в руках несколько нот, из которых потом выстраивается все произведение. А эти несколько нот это интонация, да? Плюс ритм. Вот мы... Я могу право же тут притежировать, сыграть левую, смотрите. Внимание. Это у меня на четвертую это у меня раз, это у меня два, три, четыре, и иногда у меня я играю сейчас без этой, без валтона, без этих валтонов. Могу сыграть. И сейчас. Левую руку, смотрите. У меня соль, смотрите, какая соль. Соль, слушаем, слушаем соль. Слышите соль? На рыбу. Соль, еще я хочу услышать. О! Вот мы с вами прочли то, что у листа написано без всякой фразировки, кульсируя восьмушками. Фраза у нас исчезла. Вы перестали слышать фразу? Вы стали управлять, вы стали управлять временем, пульсацией, паузой и полифонией. А что я, собственно, сделал? Что мне нужно, чтобы... Мне нужно чуть-чуть микроакцент на этой, на этой октаве, а потом под нее поднырнуть. То есть сыграть обязательно вторую ноту, обязательно сыграть в три раза тише. Тогда, тогда будет это, да, сейчас, ну, вот без педали. я себе ничем педали не могу петь сами сижу просто и далее, чтобы показать, что мы можем делать руками. Педали-то все обогащают. Но я все это могу делать руками, пальцами, да? Вот это я по три, я играю фа. Смотрите, какой у меня соль. Еще. Вот это вторые волны-то все. Скажечные. И так далее. Вот так да. Мы играем то, что написано у листа. И скажите мне, почему поколение пианистов, самых гениальных, этого не делают, а? Объясните мне, это что не, это, я вам что, сказать, я вам что предлагаю, вот то, что я вам предлагаю, это что интерпретация? Ничего подобного. Это профессия, это чтение нотного текста. Обратите внимание, я прочел нотный текст чуть более подробно, чем это принято. Традиции слуховой. Всегда вспоминаю эту одесскую шутку. Внучка, не играй по слухам, играй по нотам. Все же по слухам играют, включая Лихтера. Потому что ему сказали, надо выразительно играть этот спуск вниз. И он так, и отец ему когда-то сказал, и он даже это не подвергает никакому сомнению. Он считает, что вот эта октава стоящая, как будто он не знает, что у листа в фауссимфонии, в прелюдах и так далее. Если стоит вот такая октава, это обязательно третья, четвертая валторная. Вот они поставили и внутри струнные играют. Внутри струнные играют. Сколько угодно таких примеров. Валторная? Валторная у меня звучит, не рояль. Слушайте, рояль с состоянием это делает. А я вот так вот сижу, понимаешь? Нет, и никакого труда не составляет. Потому что это по имени от профессии. И это можно научить. Я это могу научить кого угодно. Каждого из вас могу научить это делать. И любого мотивированного ребенка я могу научить это делать. Потому что я сам это умею и знаю, что я делаю для того, чтобы получить это. Давайте дальше смотреть. Я вам, я не даром, не даром ваше внимание на то, что все одинаково играют. мефистофельскую тему. Ну, мы с вами поняли, да, что? Нет, не изобрали. Сейчас. Я просто не вижу, я не вижу курсорчика. Да нет, я курсорчик. А вот. Вот эту тему, да? Давайте я вам ее сыграю. Как все играют. Да. все играют так. Почему так все играют? Потому что, смотрите, у листа, если мы присмотримся, да, там мои пометочки есть, да, а вот то, что напечатано. У листа стоит вилка. Во-первых, форте-баркате, да, стоит вот такая вилка. И все честно ее играют. Все честно ее играют. И дальше то же самое. Все без исключения. То есть, почему-то они считают, возможно, что можно отменять то, что написано листом в начале. А тут они все честные. Вдруг. А давайте посмотрим, что благодаря этой вилке отменяется написанной листом. И что связано с тем, что мы уже поняли в первых двух тактах соната. Напрямую. Давайте уберем вилку, просто уберем. И посмотрим, что же написано листом. Вот тут у нас уже вступает то, что понял Либерман. То, что на самом деле, опять же, Либерман нам рассказал. То, что понимали сто лет назад, но забыли. Концерваторской традиции, Гнесинской традиции. Во всех. От колледжей до вузов. Начисто. Забыли. И когда Либерман это написал, все сказали, о, как интересно, он отбирает руки в пианистов. И все ничего не поняли и не захотели понять, что написал в третьей главе. А на самом деле, то, что написал в третьей главе, это ключ ко всей, и ко всей проблеме нашего пианистического взаимоотношения с нотным текстом. Если бы это прочел Рихтер, я уверен, что он пошел Либерман. Он бы сказал, я сейчас, буквально сейчас, изменю половину того, что я играл в своей жизни. Просто, потому что Либерман нам объяснил, как устроен нотный текст. вот этот пример с мефистофиками давайте посмотрим просто. Мозги подключим и уши. И посмотрим, что уже написал лист, как композитор. Как композитор. Ведь его вилочка, вот эта, это что, композиторское указание? Нет, это исполнительское указание. А что, как композитор написал? Давайте послушаем. Тихонечко поиграем. Медленно и тихо, да? Такая гармония. Секс-аккорд. Дальше смотрите. Потом смотрите, какая красота. Какая невероятная красота. Это вагнеровская гармония. Кто-нибудь когда-нибудь ее слежал здесь? Да никто. Она описана. Это еще красивее. А это почему-то очень характерно для листа. Если вы помните долину Абермана, например, там вот на этих гармониях такого типа выплывающего. Все построено. Это что, просто красиво? Нет, не просто красиво. Это не даром я долину Абермановскую. Это какая-то очень существенная часть атмосферы романтической романтической образности. Если мы, но, мы же не можем взять и отменить главное указание форте-маркату. Вот форте-маркату это композиторское указание. А вот вилочка это исполнительское указание. Поэтому мы можем сыграть так. что я сделал? Я отменил вилочку. Я сыграл сначала маркату церам Мефистофеля, один лик Мефистофеля, активное звук. потом поднырнул. Для чего? Почему я изменил? Отменил вилочку. Потому что мне интересно, что композитор написал. А композитор написал потрясающие гармонии, которые из-за вилки вот этой вилки никто никогда в жизни не слышал. Хотя видеть тут нечего. Все видно. и это связано с этим шансом соль. Эта идея удержана вот этих выплываний. То есть это имеет еще отношение и главный парт, но и не главное к вступлению, из которого потом рождается весь материал церна. Никто даже не пытался. Сейчас я вам поставлю. Очень интересно самое как играет один из моих учеников. Бори Кривошейн. Он закончил трипом давнодат. Закончил у Тамары Русановой на Академии Гнесиных. И ко мне Кабу пошел в частную аспирантуру. Сейчас он в Чикаго. Очень успешно. Мы продолжаем с ним заниматься и он мне участник. Все мне показывает и с ним подробно. Абсолютно он мне прислал с хребом санатуристов. Обратите внимание как он играет. Это такой нуд это пока еще черновой горя. Давайте тут есть некие тонкости. Давайте послушаем. Прямо пробежим. Камосе. Соль. Что видим, то слышим. «Прицоль» 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 Будет интересно, как он с Мефистофелем будет справляться. Это Фауст. Мефистофел пошел, смотрите. Забыл. Сыграл стандартный вариант. Теперь вспомним. Вспомним. Вот так работа идет. Вот так работа идет. Может быть цвет, конкурсы и так далее. Мы просто внимательно прочитали. Обратите внимание, что получилось. Мы обратили внимание на композиторскую идею. Что более существенно, гармоническая идея или вилочка? И полифоническая она же. Потому что это и полифония одновременно. Вот тут-то у нас Либерманда нам это и объяснил. Я очень долгие годы, я когда играл на третьем пульсе анатулистов, кстати, очень успешно. В институт бегал слушать. Я еще этого всего не знал. А Либерман написал, когда я был уже в аспарантуре. Я прямо к нему прочел, я к нему прибежал и говорю, Евгений Яковлевич. Вы открыли просто целый мир. Стало понятно, что происходит. Я вам рекомендую. Он очень тонко об этом пишет. В этой третьей главе. А я вам очень просто объясню. Просто самым простейшим образом. Уже объяснил, но могу повторить. Во-первых, нужно пользоваться определенной терминологией. Что такое нотный текст? Называем его просто авторским текстом. Ничего нового, правильно? В этом авторском тексте нужно различать два уровня. Которые мы тоже уже обозначили. Композиторский и исполнительский. Почему? Потому что любой композитор, а уж тем более выдающийся пианист, Шопен, Лист, Рахманинов, Прокофьев, уже момент написания своего произведения, кроме того, что они сочиняют, как композиторы, ядро. Они тут же, в этот же момент, уже во время записи, во время ядро выступают как кто? Как интерпретаторы, собственные, интерпретаторы, исполнители собственных произведений. И огромное количество, и Либерман обратил на это внимание, огромное количество пометов, вилочек, и множественных пометок являются интерпретаторскими намерениями композиторов, причем они могут меняться. Что мы, кстати, наблюдаем в разных изданиях. Вот Шопен, в этом смысле, один из самых богатейших. То есть, даже его ученики между собой, так и не договорились. Какую динамику выставлять, там, вон, обтюрных. И вплоть до милизматики. Да? Мы до сих пор имеем целый корпус изданий. Шопеновский, причем его, так сказать, и учеников, и учеников, и учеников, и учеников. Давайте не задувать. Что нам пытался, кстати, Шопен рассказать. Он уже не зря смышелецом придумал это метод да метод. Помните? Метод методов. Я написал три вот этих этюдеров, которые вне основных, специально, чтобы показать приемы, приемы. Игры. То есть не Шопену было можно, который жил 39 лет, сгорел, умер, написал океан музыки, и при этом еще и думал о педагогике как выше степени музицирования. Музицирование. И тут дело совершенно не в занятости. Даже близко им не снилось и занятости. Даже близко. Потому что никто из них не покал так, как покаляние. Вы можете себе представить, что это значит? Непрерывно сочинять, непрерывно записывать музыку. Все, что сочинал Лиск. Он записывал. Причем сначала он записывал. Что? Черновики. Потом он первый чистовик писал. Это каждое его произведение. А мы даже и не знаем всех произведений Лиска. Даже любящие его. Он одни только транскрипции написал. Столько, что мы даже композиторов не всех знаем. Транскрипции, на которых Великий Лис написал. Уже не говоря о симфонических произведениях, о новатовских. О дирижерской работе. О педагогической работе. Это же все этим ребятам избалованным не снилось. Даже близко. Даже близко. Это вопрос о педагогике. Он является высшим, одним из высших деятельностей музицирования. Именно музицирование. Высшее. Не к тому, что я не знаю, что как там рассказать. Нет, дорогой мой, если ты умеешь, ты все можешь. Отнесись к этому как к музицированию. И все это, что нам Лиска не стал рассказывать. А он иногда у него в записках-то проскальзывает. Я вот недавно, кстати, умел схватить за хвост. Поймать, где замечательную цитату из директора записок, из дневника. Цитату проскользнул и упустил ее. Но я обязательно ее найду. Это он нам о маленьком Кисине говорит. Но Кисин уже стал знаменитым. Кисин же невероятную карьеру сделал еще в юности со всем мальчиком. Как вы помните, да? Сколько ему было, когда он сыграл эти концерты Шопе? Да нет, меньше, чуть ли не 11. То-то и дело. Если в 14 не было бы никакого... Нет. То-то и дело, что 10-11 лет. И это уже серьезно о нем говорит. И говорит... Потрясающую вещь, кстати. Вот слушаю я Женю. Замечательно. Но чувствую, что не занимается он в темной комнате. Закрыл глаза. Чуть-чуть он говорит... Интересно он термин говорит. Ему не хватает квантилизма. Ну, то есть, точности работы пальцев. Хотя у Кисина замечательно. И он... И Рихтар говорит, что для этого нужно. Это, кстати, потрясающий... Уверяю вас. Потрясающий способ занятия. С закрытыми глазами. Я это просто в своей книжке говорю. Принцип слепца. А если вы помните этого японца? Святого мальчика. Не знаете? Виртуоза. Потрясающего. Сейчас просто... Потрясающий парень. Но он сейчас то же самое. Но лет десять тому назад он прогремел именно еще... Ему было лет двенадцать. Там тренадцать. Абсолютно слепого. Абсолютно слепого. Который... Надо посмотреть на его пианизм. Что это? Или пианизм. Это отдельная тема. Вот и принцип слепца. Ну, вот Рихтар замечательный. Я обязательно скажу книжку о пианизме. Я вставлю вот это. Викторовская. Так же, как я вставил его замечательное высказание, которое слышал я один из четырех присутствующих. При этом в классе Уменьштейна, Яксадович. Когда Яксадович... Мы сидели в сорок втором классе. В принципаторском. Я у Уменьштейна четыре года учился. До поступления музыковки, первые три года музыковки учился у Уменьштейна. Соответственно, все в сорок втором классе приходило. А он как раз в это время занимался... Он много чем занимался, Яксадович. Но писал свои вот эти интервью. Интервью с Рихтаром. Он приходит к этому. Знаете, интересную вещь мне сказал Рихтар. В разговоре это из устных. Он сказал, что самое простое является высшим. Самое простое. Это же полностью переворачивает все. Мы же считаем, что нам нужно где-то научить простому, а они там потом до этого сложного дорастут. Оказывается, что простого предпосновения, да? Вот это вот... Например, способность сыграть... Что же, не буду ребёнок? Что ребёнок не сыграет на какую-то? Что это? Что это? Давайте пианисты. Опором пальчиком. Нет, ни к чему здесь опору. Да. А вот... Ведь вы же слышите. Ведь вы же слышите. Давайте анализируем, что вы слышите. Причём здесь опору? Мы делим. А технически что это? Давай с вами. Попадает молоточек. Чего? Ну, у вас попадут молоточек. Попадает молоточек. Еще, может, точнее. Что происходит там? Причём это можно увидеть. И любому ребёнку показать. Что происходит? Вот это снять. Если снять, вот замечать с ними. Не даете молоточком упал. Молоточком? А чему? Демфером. Демфером не даю. Ну, конечно. Ну, коллеги. Ну, надо же знать свой инструмент. Ни один пианист об этом не думает. А если думает, а это самое главное, это и есть в душе. Наша способность не дать демферу упасти. Это же, смотрите, у меня одному там звучит педаль. А я вот так сижу. Педаль не звучит. Вот душа рояля. А это вспомогательная душа. Здесь мы можем изменить. Причём я могу опятисимо, нафортисимо ни разу не дать. Смотрите, колокольное звучание. А потом увести это всё. Вот это и есть то самое элементарное, что является высшим. Акурсация, которую мы с вами говорим, это тоже самое элементарное, которое является высшим. Если не рисовать дурацкие, так сказать, сеточки, которые у нас звучат, а понять, что дульки любить не надо. Звучат они или не звучат. Звучат, вернее, внутренне они звучат только. Или вместе с акустическим звучанием. И так далее. И куда ни в книге. Вот это такое подмеривание в полифонии. Это элементарное. Это можно учить кого угодно. И это высшее. Потому что мы сразу слышим, что ах. Другим словами. Вот я даже сейчас не углубляюсь. А у меня... Я сейчас сообразил. Мы с вами сидим уже почти час. А у меня вся школа Николаева. Я тут меня добил. Практически. Но большинство. Чтобы с этой точки зрения посмотреть. Анжела мне принесла детский альбом Чайковского. Прелюдии Шопена. Времена года. Все. Прелюдии Ротманинова. Но это то, что у нас бумажные. Видите, я это специально еще сделаю электроном. А мы, смотри, на одной страничке притронулись. На четырех тактах. На четырех тактах. Притронулись к самому главному, что вообще есть в музыке. В нашем Реницлее. Понимаете, да? И вот мы таким же образом. С удовольствием. С огромным удовольствием. Так. Вы поняли самые главные мысли, что авторский текст делится, грубо говоря, на ядерную структуру. То есть то, что пишет композитор. Понимая, что он пишет. И его же исполнительские интерпретарские рекомендации. Которые мы можем учитывать. Но которые мы со всеми обязаны всегда следовать. А вот тонко различить бывает трудно. Потому что когда он пишет форте-маркату. Это же тоже может сказать или нет. Что делает Султанов, между прочим? Помните, вы обратили внимание? Он играет, начиная с пиалисима. А второй такт он называет форте. Я подумал, для чего он это делает? Может он играет для того, чтобы как раз услышать вот это. То есть если брать его. Ну вот я у Султанова беру его третью ноту, как Султанов. Но я бы это использовал. Но я бы это использовал когда ушел. Да для этого? Нет. Он так переводит и все равно продолжает играть эту линию. Все равно... Другими словами, Султанов взял и обменил. Хотя, такие как Султаны... Вот, кстати, Либерман и говорит. В зависимости от того, как каждый исполнитель обращается с этими двумя уровнями. У нас разный стиль исполнения. Потому что, в общем, выдающееся... Большинство выдающихся исполнений... Исполнителей... Интуитивно, может быть, не понимает до конца. Но интуитивно понимает эту разницу между ядерной конструкцией, композиторской и исполнительной. И поэтому, когда мы слушаем разных исполнителей, мы слушаем всегда разное исполнение. Потому что не меняется, что ядро нельзя отменить. Мы не можем отменить звуковысотность. Мы не можем отменить... Вот смотрите... Вот я заткнулся сразу. Вот звуковысотность мы не можем отменить. Особенно на рояле. А в струнной музыке. И сколько угодно. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть пониже. Собственно, слух скрипача и училиста... Это как он работает с микроинтонацией. Казаль сыграет что-то чуть повыше. Расстраб сыграет что-то чуть пониже. То есть даже звуковысотность варьируется. А ритм? Ритм без аблогики вообще не может существовать. Правильно? Даже если мы научились пульсировать на восемь... Кстати, вот мы с вами пришли на уровне пульсации восьмых. Вот тут начинается... Как я могу продерживать восьмыми? Как я вам говорил. Тихие вот эти мягкие. Помогу? Помогу так. Могу сделать как-то с вами более завещаны. Уже восьмые. То есть дольки я могу уже исполнить. То, что еще не звучит. Этот пульс я могу уже заранее исполнить по-другому. И это отразится. Я уже не говорю о том, что кто-то вас через точки дотягивает. Одним образом мы потом и восьмушка такая. У кого-то протянутая больше точечка и чуть короче восьмушечка. А у кого-то чуть подлиннее. Более того вот. Наблюдаем, например, за любимый мой сюжет. Воровинский репетирует своим оркестром четвертую симфонию. Финал четвертой симфонии правоса. И он нам говорит, что я прямо беру на вооружение. Он говорит своим первым скидком. Вот вы доходите до этого. И там восьмушка. Восьмушка. Длинная. Выбираете длинную восьмушку. То есть на какую-то йоту. Тынуто. На восьмой доле. На слабой доле. Переход. То есть даже терминология есть. Специально. То есть шестнадцатый может быть длиннее из изменения темпа. Причем. Это к темпу не имеет отношения. Это микроагогика. Собственно мы различаем разные типы выразительности исполнителей. Потому как они работают с этим. С микровременем. С микродинамикой. И так далее. И это все профессиональная терминология. Друзья мои. Вы же лишены настоящей профессиональной терминологии. Вот. Я вам немножко рассказал. Вот дал вам в руки терминологию. Вот. Терминологию. Она заставляет ваши уши. Работать более отчетливо. Да. Чуть-чуть. Вдруг оказывается наш слух. Следствие. Когда мы говорим. Ты должен все через слух. А что слушать-то? Педагога. Педагога. Порется говорить как Рихтер. Хотелось бы. Но редко бывает. Да. Что? Кого слушать? Рихтера. Гирельса. Симмермана. Султанова. Да. И еще десятки великих пианистов. Кого из них слушать-то? Когда мы... То есть, все операции к слуху, на самом деле, весьма странные. Да. Если педагог умеет показывать, еще не все даже пианисты, играющие пианисты, не все даже показывают, как вы знаете. Да. Если братья с педагогов там выше учебных людей. Кто-то показывает, кто-то нет. Говорят специально. Кто показывает, хорошо показывает. Там студенты, аспиранты. Гирельца хорошо показывает. Нежана, по-моему, потрясающе показывает. А кто-то не показывает. Науму, по-моему, вообще не показывает. По-моему. Да. То есть, разные простые вещи. Так что, а вот тут-то мы с вами, смотрите, я вам уже рассказал профессиональные вещи. И вот тут-то наши ушки и заработали. Причем заработали еще и творчески. Мало только профессионально. Еще и творчески. Потому что стало понятно. То есть, мы с дольками делаем, с дольками, да? То мы по-разному можем с ними делать. Но точно мы хотя бы знаем, чем мы занимаемся. Понимаете, да? Трое. Трое. С нормой.